друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях и и также о том как эти события влияют на динамику финансовых инструментов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки которые имеют очень большое стимулирующее влияние на любого спикера ну что ж сегодня у нас день канадца поскольку мы следим и ждем данные по уроничным продажам это отчет который предваряет релизу по индексу потребительских цен но тоже будет влиять на перспективы канадского доллара самое главное то что пара доллар канадец сейчас снова отступил поддержки 1 35 мы с этого уровня ранее на прошлой неделе активно подбирали пару в расчете на то что при поддержке коррекции на рынке нефти этот дуэт активов сможет улететь выше уровня 136 но в целом дождались и увидели только лишь тестирование этого значения и вот последовал снова откат я уверен друзья то что нужно пытать удачу еще в этом инструменте в этой паре инструментов тем более что рынок нефти при всем его росте который сейчас развивается уже неоднократно мы подчеркивали может дать коррекцию в прямом смысле в любой момент а вот на этой ноте предлагаю перейти к тому что происходит на рынке черного золота бренд 43 27 если поставить задачу охарактеризовать текущий новостной фон и в целом дать какую-то точную оценку именно фундаменту я бы сказал друзья то что сейчас после того как страна опека согласовали рост добычи увеличение добычи начиная с августа на 2 миллиона баррелей в сутки соответственно пересмотрели формат текущего аналитического пакта теперь соглашение подразумевает совместное солидарное общее сокращение добычи не на 9 и 7 миллионов на 7 и 7 я бы сказал что до предложение которое мы как раз ожидаем в августе в сочетании с хрупким восстановлением мирового экономического роста из-за того что пандемии никак не удается погасить себя появляется напротив все новые новые очаги которые уже давно в том числе и нами называются и характеризуется как вторая волна вспышки коронавируса все это конечно же негативно сказывается на экономическом росте я не верю в здоровое восстановление дальнейшего спроса на углеводороды поэтому на мой взгляд стран опек которые которые решили все-таки увеличить добычу совершают ошибку потому что в конце концов рынок может оказаться точно столкнуться с такими же проблемами что те с которыми он столкнулся в самом начале развития вот этих опасений страхов связанных с корона вирусом то что на рынке сейчас преобладает оптимизм это опять же продолжение истории с якобы найденной вакцины ранее мы говорили о компании модерна сейчас это астро зеникоп файзер тоже вроде бы как провели удачные успешные испытания и у испытуемых есть и необходимая иммунная реакция вырабатываются антитела но я пока что как бы сдержанно реагируя на этот оптимизм думаю что еще рано говорить о полноценном о появлении полноценной вакцины в целом друзья мое личное мнение что рынок нефти будет пребывать в таком состоянии еще определенное время то есть вялая динамика развитие небольшой коррекции потом выкуп и все равно покупатели перехватываю инициативу не задирают котировки выше тех максимумов которые мы видели скорее всего более менее серьезное движение начнутся в августе когда как раз на рынок хлынет нефти до предложения со стороны опек я допускаю что к этому моменту если котировки бренда например обосновится еще поближе к 45 долларов за баррель мы видим и рост предложения со стороны американских производителей ведь помните отчет беккер хьюса явно дал нам понять что сейчас по количеству платформ достигнута вот эта плата когда можно допускать сценарий при котором в последующей неделе мы будем работать с постепенным увеличением этих количества этих платформ поэтому рост предложения на фоне слабого спроса для меня это основная идея которую я стараюсь транслировать и во всех комментариях которые мне приходится давать в средствах массовой информации но пока нет выраженного коррекционного отката я в сделку заходить друзья не буду индекс доллара сегодня важный день для меня потому что я очень долго отстаивал идею роста индекс американской валюты но к сожалению несмотря на все мои ожидания восстановления ты в целом фундамент который способствовал этому для доллара американская валюта индекс доллара вчера достиг уровня стоп лосс на отметке 95 70 и в принципе как отмечал находиться в этом инструменте я больше не буду потому что его поведение мне сейчас абсолютно непонятно и статистика хорошая в принципе мы помним по последним данным по промпроизводству по роничным продажам и ситуация с коронавирусом это тоже как бы если не статистика то по крайней мере тот фонд который способствует росту по доллара должен способствовать как защитному инструменту но не в первом него втором случае покупатели не смогли найти поддержку для себя вероятно они опасаются того что конгресс который будет заседать и на этой неделе согласует новые меры экономической поддержки ведь уже с августа истекает емкость фонда из которого сейчас платится пособие всем домохозяйствам собственно граждан это пособие общей суммы в 600 долларов которые на еженедельной основе выплачиваются и возможно будет согласован новый фонд там емкостью больше чем в один триллион долларов это конечно же вновь возвращает на рынке риски в которые лично я не верю но мое мнение наверное сейчас не особо важно мы все видим в индексе доллара в общем риски потенциальной инфляции и того как это будет сказываться на девальвации национальной валюты я друзья пока что от индекса доллара подержу себя в стороне буду искать возможности но уже к сожалению для своей ранее а прочной позиции покупок на новые ордера уже будут предполагать сего продажу зол 1818 фактически новые локальные максимумы я думаю что нужно дождаться отката в район 1800 уже потом на покупать доллар канадец уже сказал 1.3512 в принципе после теста уровня 1.35 можно снова занимать длинные позиции если вы в них находитесь с прошлой неделе их нужно держать 15-30 троничные продажи которые я почти не сомневаюсь и разочаруют евро против доллара 1.1435 вот новости молния буквально несколько минут рейтер сообщили о том что страны европейского союза в ходе многодневного по сути можно сказать пятидневного саммита он должен был быть двухдневным согласовали новый фонд финансовой помощи изначально цель саммита была договориться по фонду который будет помогать нуждающимся европейским странам и тем самым подтвердит единство европейского союза но переговоры затянулись потому что было два лагеря стран а те которые выступали за то чтобы фонд был большим объемом согласован формате кредитов и были те страны которые сейчас очень сильно нуждаются в ликвидности это франция италия и испания они конечно же хотели получить эти средства формате грантов то есть на безвозмездной и фактически бесплатной основе бодались за сумму этих грантов страны с жеткой бюджетной дисциплины предполагали что нужно согласовать предлагали величину и объем грантов на 350 миллиардов евро соответственно италии испании греции наставлено том чтобы этот фонд был емкостью в 500 миллиардов пришли к компромиссу друзья 390 миллиардов и первая реакция европейской валюты это снижение почти на 50 пунктов в целом хочу сказать то что поскольку я вышел все таки из сделки по индексу доллара из покупки между евро долларом и индексом американской валюты есть почти стопроцентная обратная корреляция поэтому я в отношении европейской валюты тоже буду искать уже возможности для разворота и допускаю что произойдет это по мере снижения пары к уровню 114 после чего я ее начну покупать но буду держать вас в курсе и единственное что я пока что еще сохраняю неизменным в портфеле это по продаже фунта против доллара 12656 сейчас котировки идет коррекция друзья тоже примерно на 40 пунктов вместе с европейской валютой падает британница но мне интересно все таки дождаться решения банка англии по смягчению дополнительной монетарной политики это может быть и даже отрицательные процентные ставки либо увеличение программы количественного смягчения тем более что главный экономиста банк англии накануне допустил что эти изменения реально возможны друзья на этом все большое всем спасибо за внимание всем пока